привет народ есть у меня одна мысль я вот что хочу попросить вот если вы выпускаете делаете занимайтесь домов домашней студии или не в домашней студии короче если ты занимаешься студийной работой со звуком и выпускаешь синглы или альбомы свою музыку или чужую у меня есть одна просьба вот возьми свои мониторы хотя бы один из них вот если у тебя пара мониторов перед тем как выпустить очередную песню сделай очень важную вещь одну вот у меня очень такая большая просьба к тебе возьми один из мониторов разверни и посмотри до какого предела по низам он умеет играть то есть какая самая низкая частота которую он воспроизводит это может быть 60 герц 50 герц 40 герц 30 20 у всех мониторов по-разному если это не написано на самом мониторе подними документацию пожалуйста я умоляю вас ребят поднимите документацию своих мониторов посмотрите какая самая низкая частота которую ваш монитор рассчитан в производить воспроизводить эта информация от производителя должна быть на сайте производителя или в бумажках от мониторов посмотрите внимательно и перед тем как выпускать песню сделайте такую вещь на эквалайзеры на мастер-шине срежьте низа на 3-4 герц выше чем самая нижняя показатель того что могут производить ваши мониторы то есть я о чем о чем хочу сказать просто если у вас не обрезаны не за тех же пределах в которых вы их можете слышать через свои мониторы то у вас там будет происходить что-то о чем вы даже бы не будете подозревать объясняю теперь откуда это произошло я вот буквально вчера ну вот это видео выйдет так вот за два пару дней до этого я на стриме поставил один бэкинг трек причем я сделал стримил через колонки я слушал музыку поставь через свои студийные мониторы и включил бэкинг трек я на приличной громкости играл джемил там включал бэкинг треки разные играл и вот включил один из бэкинг треков который чуть не выше мне динамики из колонок в басах потому что там с басами что-то такое происходило что человек просто не знал что там с басами происходит я вас умоляю не выпускайте басы ниже чем то что могут произвести ваши мониторы если вы не слышите ниже 50 герц из-за того что это предел нижний предел ваших мониторов срезайте нахер вот это все ниже 50 герц чтобы не навредить не потому что басы которые звучат ниже 50 герц это тоже не страшно где-то они воспроедутся нет дело не в том там могут быть всплески транзиентов о которых вы даже не подозреваете у басов очень много энергии звуковой они рассчитаны на очень сильное звуковое давление они раскачивают динамики так что вы плохо себе представляете если у вас нету сабвуфера и поэтому либо покупайте сабвуфер либо срезайте нахрен басы ниже 50 или 40 герц в зависимости от документации ваших мониторов студийных я вас умоляю потому что иначе вы людям будете портить их колонки или мониторы или просто уши в наушниках потому что все это будет вырывать и разрывать динамики по низам потому что неконтролируемые низа это самая паршивая часть микса которая только можно придумать это самый опасный брак для конечного слушателя вашей музыки это надо знать поэтому надо обязательно знать нижний предел воспроизведения ваших мониторов и срезать полностью звук просто обрезать ниже того что могут воспроизвести именно ваши мониторы тогда ты сможешь понимать что действительно контролировать весь низ который доступен тебе через твои мониторы в твоей студии вот это не значит что этот бас просто если ты не слышишь ниже 50 герц ты не сможешь знать что с ним происходит и ты не сможешь понимать что с ним надо сделать несмотря ни на какие из петра к спектрограммы это все туфта потому что спетрограмма если показывает тебе бас на определенном там на минус 5 децибел это не значит что он совершенно себя нормально там будет вести он может так хрюкнуть что вы летят динамики у человека дома у меня в частности у кого-нибудь углу кого угодно поэтому еще раз повторяю срезайте басы ниже предела ваших мониторов очень буду вам за это благодарен это вот такая у меня мысль ну во всем остальным подписывайтесь на канал следите за выходом моих видео и заходите на стримы пообщаемся и на эту тему тоже вот справа и слева это лого и ссылка на мои студии на мои услуги по сведению и по мастерингу именно поэтому я вот так об этом говорю потому что я знаю что нужно делать когда у тебя нет возможности контролировать сап супер низкие частоты их надо срезать чтобы они не навредили вашим слушателям всем пока спасибо за внимание